Жанни Радари, Дворец из мороженого, читает Павел Беседен. Однажды в Болонье, на самой главной площади, построили дворец из мороженого. И ребята сбегались сюда со всех концов города, чтобы полакомиться хоть немножко. Крыша дворца была из избитых сливок, дым, что поднимался над трубами, из фигурного сахара, а сами трубы из цукатов. Все остальное было из мороженого. Двери из мороженого, стены из мороженого, мебель из мороженого. Один совсем маленький мальчик ухватился за ножку стола и стал уплетать ее. Потом он съел вторую ножку, третью, а когда расправился из четвертой, то весь стол со всеми тарелками, а они были из самого лучшего шоколадного мороженого. Упал прямо на него. А городовой стражник заметил вдруг, что во дворце подтаивает одно окно, стекла его из земляничного мороженого. Розовыми ручейками стекали вниз. Бегите сюда, быстрее бегите сюда, позвал стражник ребят. Все прибежали и стали лизать розовые ручейки, чтобы ни одна капля не пропала из этого поистине чудесного сооружения. Кресло, дайте мне кресло, взмолились вдруг какая-то старушка, которая тоже пришла на площадь. Но не могла протиснуться в толпе. Дайте кресло бедной старушке. Помогите мне кресло и, если можно, с ручками. Один очень отзывчивый пожарный сбегал во дворец и принес кресло из крем-брюле. И бедная старушка ужасно обрадовалась и принялась прежде всего облизывать ручки кресла. Да, это был большой день в Болонии. Настоящий праздник. По приказу докторов ни у кого не болели животики. И до сих пор, когда ребята просят купить вторую порцию мороженого, родители вздыхают. Ах, дружок, тебе надо купить, наверное, целый дворец из мороженого, вроде того, что был в Болонии. Вот тогда ты, может быть, будешь всем доволен.